Доброе время суток всем! У нас сегодня город Таллин, 25 декабря 2020 года Второй рождественский день Как вы видите, с погодой не повезло Один градус тепла, снега нету Рождество чувствуется в полном объеме Приближение нового года тоже И чтобы его приближение чувствовалось еще лучше Правительство ограничило нас еще в больших правах То, о чем я рассказывал, то, что я дождал с 28 числа, по-моему, это понедельник, если не ошибусь У нас выводится в Таллине в Хариумском уезде Хариума ограничения В принципе, это касается общественных мест, как общепиты, спа, спортивные центры, школы и еще что-то там было Какие-то собрания большие В принципе, люди могут передвигаться в общественных местах Маски, больше десяти не собираться и так далее Все закроют все рестораны, бары разрешат торговлю только на вынос Естественно, спа, бассейны, в принципе, что коснулось меня, тоже закрыты Не сходить туда будет Ну и школы, школы тоже Думаю, что ужесточение будет сильнее Но это будет уже в следующем году Как-то в Эстонии, скажем так, что не то, что так медленно все делает, все происходит А от того, что выжидают постоянно Особо не хотят трогать людей Знают, что такое все-таки свобода Личная свобода человека Не хотели ограничивать Ждали, авось пронесет Но, как видите, не пронесло У нас, по-моему, вчера около 700 человек добавилось Позитивных Уж не знаю, насколько это все верить, не верить Но, честно говоря, с каждым днем все больше и больше начинаю бояться Ладно, в другом случае Мы едем сейчас через центр города Пойдем в район Ласнаме Пойдем такой дорогой, которой давно не ездили Проезжаем на наряженный торговый центр Кристины Я думаю, сегодня у нас все даже и магазины закрыты Ну, должны быть закрыты Хотя нет, смотрю, там вообще ПИТ открыт какой-то, КФЦ Я еду, вспоминаю название этой улицы Энгла, ну сесть на Энгла Машин будет становиться, наверное, с каждым днем все меньше и меньше У меня такое ощущение Сейчас опять очень многие люди, которые смогут работать из дома Будут работать именно оттуда Не выходя, не передвигаясь по городу Что это что-то? Что-то вытащило отсюда штучку Опять зашумело Реально, Тань постарался Огоньки ночью зажигаются у нас не слабые Очень много сейчас модно сделать светящееся дерево по веткам Пройтись гирляндами И в темноте такое ощущение, что не просто дерево А какое-то дерево со светящимися веточками Это вот что я вижу на введении с прошлого года Просто в этом году очень много стало таких украшений Что-то хотел сказать, забыл А, кстати говоря, вчера ходил магазин По-моему магазин, или не по-моему, а точно Риме магазин был И на входе стоят два полицейских Проверяют маски у людей, есть они или нет Заснял немножко Правда, это была не государственная, а муниципальная оппозиция города Таллина Но все равно, честно говоря, неприятно, когда указывают Очень много у нас появилось антимасочников Соответственно, им в ответ говорят масочники У каждого свои аргументы, доводы Уже, насколько я знаю, и с полицией были споры у людей Вот, кстати говоря, одно из немногих деревьев, которое сейчас видно, зажглось На сучках, на ветках Гирлянды Ну, это дерево какое-то худенькое, непышное БМВ и не гонит, странно, да? И перед ним машина есть Нет? Есть? Нет? Задумался Кстати, самое что интересное, что при этих ограничениях, которые будут вводиться с понедельника Торговые центры закрывать не будут Вот точнее, если идешь в спортзал, занимаешься спортом У тебя больше получить шанс этот вирус, чем пойти в торговый центр При том, что знаю, что гостиничный бизнес все-таки не тронут В гостиницах можно останавливаться будет Но, естественно, если там есть какой-то спа или спортзал, то туда ходить нельзя будет Насколько я знаю, в области, в уезде и до вирума уже давно ввели такие ограничения Уж помогают им или нет, не знаю Не интересовался Я вообще ничем не интересуюсь последнюю неделю, как ушел в отпуск Сегодня ровно неделя, как я отдыхаю Вроде бы и время есть посмотреть Новости Так, конь сегория Рейди Т или нет? Даже на Рейди Т не выехать будет Надо в Максимус ездить На Смули Пойдем по-другому немножко Горицу Чего? Возьми салфет Теперь уже я задумался Возьми салфет Не один раз говорил, что Меня воспитывал отчим Эстонец Очень любил Рождество Иванов день И думаю, что это один из них самых любимых праздников его был Поэтому вчера не удалось съездить на кладбище Вот сейчас хочу заехать И поставить, как его свечки гайрели Я думаю, что не я только один Очень многие на кладбище ездят именно в Рождество И День сейчас у нас начинается с 9 часов до 3 Сегодня Даже меньше, чем 5-6 часов Вон 5.40 Или 5.30 Вот световой день у нас Так что если после, не знаю, полчетвертых, четырех часов вечера Проехать мимо кладбища Прямо видно, как оно все в этих огоньках светится Об этом я тоже когда-то говорил Рассказывал Достаточно красиво И красиво в том, что В Эстонии В частности в Таллине Кладбище не В бетоне каком-то с памятниками А в лесных васивах Места для прогулок и размышлений И когда вы едете вдоль дороги Точнее, в той кладбище по дороге Видно прямо Там никаких горождений нет И вот такие вот огоньки от свечек Здание какое-то Чечное Сегодня все другая дорога Кстати, насчет светового дня Я правду сказал? В 9.20 у нас восход солнца И в 15.23 заход В 5 часов где-то Примерно В 5.20 У нас световой день Читал, что именно от этого В скандинавских и северных странах У людей Пропадает Стимулы жизни Не стимулы, а любовь к жизни И очень много самоубийств Но говорят, что опять же Я смотрел недавно передачу Но если принимать таблетки С Д-витаминов И принимать Д-витамин И антидепрессанты Но в принципе-то ничего Можно решить И достаточно неплохой уровень жизни Это как и касалось Швеции У нас все-таки страна южнее Чуть-чуть Здесь у нас камеры поставили Будем так говорить Новая дорога И точнее, это старая Вот влево идут реддиты Очень редко здесь езжу У нас стало модно Как построить дорогу новую какую-то Налепить туда камеру Измерения скорости Таких уже будет у нас В Сталине Вот здесь второе место Но здесь две камеры сразу Одна смотрит и на реддиты И другая дальше По Нарвскому Парк Кадрёрк Такой тоже Не скучный Такой пасмурный Хмурый Все было бы ничего Если был бы снег А, кстати, вот еще одна камера Третья уже на этом участке Пока они все в тестовом режиме Вот на этом перекрестке Я тут даже попался Или они, может быть, фоткали всех подряд Но штрафы пока не приходят Потому что Если я не ошибусь Тут история такая Что камеры принадлежат городу А штрафует вас полиция Поэтому пока они между собой Все не согласуют Не получат все сертификаты Соответствия на них Не передадут видение там полиции Это все Там и касается, наверное, может быть И персональных данных Обработка Они работать не будут Очень часто у нас выставляют треноги Вот, между прочим, здесь У меня где-то Тоже стрельнуло треноги Не знаю, жду сейчас штраф или нет Обычно это за превышение У меня там было немножко 3-4 километра 3 километра Нет, 3 евро километра штрафу Точнее, если тут разрешено ехать 50 Вы ехали 55 Минус 4 километра Остается один Вот за 3 евро вы заплатите Опять же, в поле какие-то Короче, там ничего там не будет Закроют, походу, так все С понедельника Но там, по-моему, снег был Искусственный Ну и тут есть снег Лаз, наверное, северный Как на горе, как на Эвересте Не тает ничего Обращал уже и в прошлый раз Внимание с левой стороны Новый райончик, новые дома Ну как уже новые Относительно новые Может, пару лет им есть Ненасколько знаю, что если ехать дальше Туда вглубь В ту сторону Вон туда Опять будет строиться новый район Возможно, я говорил об этом Так, нам поворачиваться надо сюда На Смулите Здесь, если не ошибусь А может, я ошибусь Здесь есть самая большая максима В Таллине Главная дорога Красная деревня И вот это вот Максима перед нами Хочу зайти туда Посмотрим, вообще, открыто или нет Кстати, Максима Один из немногих магазинов Который выдает покупателям Маски одноразовые Здесь разворачиваться нельзя было Ага, вот здесь знак разворота Мы заехали в страшные каменные джунгли Район Ласновая Честно говоря, с каждым годом Все меньше и меньше Вижу что-то ужасного Здесь нормальный, спойный район Живет мама здесь Бываю часто Ничего себе газанул-то, а? Ну, смотри А еще и автошкола Быстрее, быстрее газы Говорит, это преподавать А то сейчас прошмыгнет Мы не сможем здесь перестроиться Нет, реально Здесь еще снег остался Или, может, выпал сегодня Я не думаю, что при минус плюс один Он бы остался здесь Угу Парковка 24 часа возле Максима Лайфхак Кто хочет запарковать машину Паркует здесь Идет гулять по городу В принципе, пешком здесь До города недалеко Спуститься с горочки Наверное, минут 15-20 И вы уже возле русалки Только это не та парковка, по-моему И вообще-то платная, наверное Чья-то парковка Уху Это озеро и лужа Нет, это что-то все-таки Осмотрю Частное И платное Такими большими буквами Паркла написано Что когда едешь Такое ощущение Что и 24H Что принадлежит магазину Я еще удивился, что 24H Но после магазина Можно только По часам 2 часа Точнее в город вы не успеете Разве что и пробежки Тихо-тихо Я еду Потом ты 2Х Интересно Это не самая большая Я, честно говоря В максимах Не разбираюсь О, эти уедут И мы здесь запаркуемся Грязные, кстати У них тут Итак Быстрым движением Или быстрыми перебежками Уезжаем с этого района Все, что Все, что надо Здесь я купил Взял Пришлось, конечно Потолкаться Магазин большой Но почему-то он такой тесный Для всех Вадим дальше Ты полицейский, что ли? Нет, просто ребенок В этом С зеленой шапочкой Вчера был порассмотрен Мною фильм Довод Нолана Достаточно интересный Только ничего я не понял Единственное, что я заметил Что когда были гонки По Лагна-Т Не увязочек очень много Она не такая у нас длинная Чтобы такие гонки устраивает На целых аж 10 минут И сюжет Не понял Но концовочка понравилась Тем, что победили Наши Эффектов много А как бы смысла Я между прочим Фильм Матрису тоже понял Раза с десятого Все-таки С этим фильмом Я перечитаю Какой-нибудь сюжет Может там будет Какие-то объяснения Если не шепусь Эта улица называется Вананарва-Манте Старо-Навское шоссе Если не шепусь Едем Как бы Объезжаем Лаз Наверное Со стороны моря Обезная Не окружная Дорога Можно сказать С одной стороны Нарвское шоссе Старо-Нарвское С другой стороны Петербургское Вот отсюда Если видно На левую сторону Посмотреть С этого обрыва Видно море Соответственно Дома Которые Находятся Вдоль А также И храм Оттуда На море Очень красивый вид Походу Надо менять Дворники Реально Как его называется Не птистят А размазывают И если впереди Есть машина А то ничего хорошего Из этого Не выходит Мажет Где-то парковки Остатки пустырей Закрытые школы Апокалипсис Все переехали В район Кристины В центр Реально Народа Почти нет Но если считать Что это Самый большой Район Таллина Самый Густонаселенный То может сказать Людей почти нет Наверняка В такую погоду А дома Все сидят В интернетах Я вижу В обокнах А свет Горит Летом здесь Очень красиво Ехать Севой стороны Густая зелень С правой стороны Баталии Из деревьев Не сказал бы Что ласно Такой Бетонный Прямо Район Просто некоторые Пустыри Которые здесь Еще остались Надо Приводить В порядок Некоторые Застраиваются А некоторые Вот стоят Бесхозные Как бы Так называемая Наверное Резервная Земля Здесь Нет не здесь Следующий поворот Постоянно путаюсь С этими Двумя Улицами Вот То что там Первая Пойдет Кивила Ну вот Где эти Высотки Это я знаю Она потом Переходит В улицу Керпери Алина Мэй Ляна Мэри Даже на которой Живет Моя мама Я постоянно Путаюсь Единственное Что для себя Как бы Запомнил Та улица Которая Находится Ближе К море Называется Ляна Мэри Потому что Мэри Мэри Это Ляна Восток Запад 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 Западное Море То что Ближе К городу Как бы Ляна Мэри Это Когда Работал В охране В патруле Так для себя Записал В голове На сих пор Помню Вот В этот Закибаревич Вызывали Нас На панике Шашлычка По своей сути Приехал Время у нас 14.13 Через час Уже будет Темнеть В принципе И сейчас Не очень светло Попытаюсь Что-нибудь Еще Подзаснять Посмотреть Показать Точнее А пока Все Третья часть Наверное Конец Района Власна Сейчас Семья Высадилась У меня У мамы Я взял Свечки Сейчас Поеду Поставлю Их Пусть горит Опять Какие-то Стройки Власна Расширяется Уже Давит На пригороды На Марту Во время У нас 14 часов 37 минут В принципе Уже темно Или начинает Темнить Как правильно Сказать Я заметил Что в последнее Время Или в последние Годы Наверное Так что ли На меня Вот это Ноябрь Декабрь Как бы Очень сильно Влияет Слишком сильно Надавит На меня Я не знаю Почему С чем Это связано Именно Ноябрь Декабрь При том Что Все таки Если наверное В декабре Бывает снег Мне это Ну Как сказать Это правильно Позитива Добавляет А вот такая Погода Совсем Ну совсем Никак Это усталость Какая-то Сонливость Нежелание Ничего делать Я Сейчас Вышел в отпуск Такой Позитивный Такой Мы сейчас Все сделаем Да В гараже Я так поработал Себе Кое-что Сделал Сейчас Надо доделывать Буквально Там на 4 часика Выйти Я эти 4 часа Не могу выкроить Просто тяжело С друзьями Завтра Собираемся Встретиться На Радужной площади Компания То что я рассказывал Еще со школы С первых классов С района нашего Встречаемся вместе Так редко Наверное Раз в 6 лет В 7 лет И то Не все вместе В последний раз Встречались Наверное Дет 7 назад Нет 6 И Вроде бы договорились Завтра На Ратуши Сидеться Пойти где-нибудь посидеть Может быть Семьями Почему? Потому что Если с 28 часа Все закроют То То все Даже на Ратуши Наверняка Не будет Никаких Веселья И так далее И вроде бы Так Начал собирать Собрались Всяко Завтра Кто-то не сможет Куда-то что-то прийти Реально У всех Я смотрю Дела Семьи Бывают и бывают Они собираются Я не могу выйти Вот так что Не то что У меня всегда есть Свободное время Всякие истории бывают Все мы В работе Все мы В этих как Все мехи И так далее Кстати говоря Это сильно влияет И на видео Если раньше У меня было Как бы Не то что настроение А не стимул Как это Не позитив А может короче Это все вместе взятое В следующее видео Куда-то съездить Поехать Сейчас ты приходишь Домой После работы Господи Только бы до дивана Помыться Покушать И на диван Как-то так Конечно Летом Когда лет начинается То помнят У меня новое хобби Было Это самокаты Я реально мог Поехать Покататься Пофоткать Где-то Что-то новенькое Опять Сентябрь Октябрь Был ненормальный Наступает ноябрь Все Упадок какой-то Скажите Может быть У меня только у одного Может у кого-то Тоже так есть Но всегда В любом случае В ожидании Декабря Но до конца декабря Рождества Нового года В ожидании сказок Каких-то Что-то там Супер Произойдет Хочу сказать Что Интересно Правильно Я еще повернул Да конечно правильно Где-то здесь Остановлюсь Батарейка У меня тоже Заканчивается Видите Я приехал На кладбище И не только я Один С левой стороны Парковка Она вся Забита Люди все Вот я не знаю Это как бы уже Традиция у людей В Эстонии В Тальне В частности На Рождество Приезжать на кладбище Вот я вам кстати Говорю Вот покажу Кладбище Вот только заезжаем И вот Не знаю Видно Или нет Вот здесь уже горят Могилы Ладно Давайте сейчас Припаркуюсь Сделаю свои дела Поедем обратно Ну что дамы и господа На сегодня Мои дела Все сделаны Возвращаюсь Обратно Властно К маме Посидим немножечко С семьей И уже Двенимся домой Немножечко Скажем так Для меня Я считаю Что Расстояние между Мной и мамой Достаточно Длинное Для Таллина Скажем Потому что Ехать Ну 15-20 минут На машине Это в принципе Я считаю Достаточно долго Потому что 15-20 минут Туда А еще и обратно Соответственно Если ты планируешь Оставить там Ребенка Привезти То Уже Рассчитываешь Там на Несколько часов Когда Мама Покупала квартиру Здесь Это был 2012 год Я Предлагал Ей прямо Рядом с домом Но там Ей что-то Не понравилось Ну Не знаю Из-за чего Почему так Она исходила Из-за чего Она от это Исходила Что там И будет хуже Ну Походу В любом случае Она здесь Привыкла Все рядом Все рядом Тоже А с другой стороны Возможно Это и большой Плюс Тоже Что Такое расстояние Что Видимся Не Каждый день Каждый день Соединение Что Вот По внучке Скучает Но Благо Это то Что Моя дочка Уже На протяжении Не знаю Сколько там Двух-трех лет Достаточно Неплохо Работает С телефоном И Уже Смотрит Каналы На ютубе Которые Нравятся Уже Общается Запустим С моей мамой По Виберу Ну Такого Вайбер Каждый день Почти Ну По крайней мере Прошу Чтобы каждый день Видео Звонки Были Все так Не забывайте Еще плюс То Что Сейчас Ну У меня мама В возрасте Не хочется Туда ездить Каждый Постоянно ездить Немножко тоже Волнуюсь Переживаю За это По скайпу Она кстати Не общается Потому что По скайпу Плохая связь По Виберу Удобно Она звонит У мамы Телефон Есть И Как Называется Бабушка С внучкой На связи Вот отсюда Лас на мэ Достаточно Виде Неплохо Выглядит Даже сказал Б так Шикарно Новые Дома И Реновированные Старые Вот тут Опять же Новые дома Построены Три свечки Здесь вообще Я считаю Такой Достаточно Инновационный район Модный Современный Со своей инфраструктурой Двориками Так Так По-моему Здесь Не надо Направо Что-то Строится Здесь уже И Автомат Там уже Не поворачив Потому что Что-то Изменилось Я думаю Может здесь Не здесь Все здесь В домах По левой стороне Живут Я смотрю Что Еще один райончик Возле меня Построили Сходим Посмотрим Как-нибудь Я шел Там вечером Возвращался С женой Пешком И Мне так Это что-то Так Даже Немножечко Задело Захотелось Там жить Это Один из Немногих Новых районов Которые Реально Мне понравились Я не знаю Сегодня уже Так намного Наездить Наболтались Надо на обратном пути Конечно Наверное Нет Поэтому Что хочу Сказать Всем Если думать А первое число У нас что это Пятница же Ё-моё Хорошо Запомню Так Я хочу Всем пожелать Мира Добра Уважения Друг другу Остажу На дорогах Всем Спокойного Города Как наш Талин Соответственно Хороших Праздников При том Что Неважно Каких Ни Неважно Какой Конфессии Вы Принадлежите И так Далее Все Что Было Все Как его Называется Мирно И Спокойно И так До